Я хочу, чтобы мы сюда под ваши аплодисменты пригласили девушку, которая является на сегодняшний день таким, знаете, человеком, который, вот, собственно, наверное, не побоюсь этого слова, возглавляет департамент по развитию продукта, возглавляет своими светлыми мыслями о том, как этот продукт эффективнее внедрять, развивать и так далее. И с отчетом здесь мы встречаем Юлию Рыжакову. Ура! Юля! Всем привет! Я вас тоже очень люблю, очень теплое приветствие. Так, ну что, вчера у нас звучали очень много цифр и очень много результатов, да, о том, что произошло с продуктом, что с нашей партнерской программой происходило. И давайте еще раз хочу понять, как вам вчерашние новости? Да, я тоже в приятном удивлении. И вы же понимаете все, что за этими цифрами стоит большая работа, правда? Наша с вами общая. И вот я как раз-таки хочу показать, то есть вчера мы говорили о том, что уже есть и что произошло в 2023 году. А сегодня мы еще со следующим спикером вместе будем показывать, а какая работа была для этого сделана и кто к ней имеет, ну, такое прямое отношение. У нас каждый партнер в партнерской сети, и это прекрасно, когда он сфокусирован на своих результатах, на командных результатах. Но мы все прекрасно понимаем, что нужно, чтобы это кто-то консолидировал еще и в общий результат компании, правильно? Вот. И два органа, которые об этом думают, о том, что происходит с нашими клиентами, пользователями, с нашим продуктом и с нашей партнерской сетью, эти два органа, они как раз-таки на эти все показатели заточены. Поэтому моя задача сегодня показать, чем занимается департамент по развитию продукта. И вот здесь я еще хочу, даже мне вдвойне приятно, что у нас сегодня впервые формат, когда мы делимся проведенной работой этих департаментов, и в том числе департамента по развитию продукта, потому что никто даже иногда не знает, а что это за органы. Вчера у меня партнер-новичок спрашивал, я начинаю объяснять ему, а он говорит, ну это что-то типа профсоюза, да? Я говорю, что-то типа, да. Поэтому у нас состав департамента по развитию продукта, туда входят партнеры, которые отличились особо в продажах продукта, во внедрении его, да, в создании какой-то инфраструктуры клиентской. И вот за такие заслуги, более точные критерии вы можете у своих кураторов узнать, они попадают в такой состав. Он избирается один раз на полгода, вот, и не превышает более 20 участников. Чем же здесь, вот какая же наша основная цель? Это, конечно же, популяризация продукта среди предпринимателей клиентов и среди пользователей. Это поиск новых гипотез, которые направлены на эту популяризацию, ну и, конечно же, масштабирование успешных практик после этих гипотез, которые мы берем в регионы и в города. И результатом работы нашего органа является как раз-таки увеличение количества клиентов, количества пользователей. В прошлом году, в 23-м году у нас основной KPI это был МАУ, да, то есть увеличение среднемесячной активности. Ну и еще ряд сопутствующих задач, это все, что тоже связано около продукта. Поэтому на этом слайде вы сами можете посмотреть, чем еще занимается данный орган. Я хочу показать двумя этими следующими коллажами участников прошлого года. Это первый спринт, участники первого спринта ДРП и второго спринта. Давайте ваши аплодисменты, если вы узнали здесь своих коллег. Так, ну что, собственно, сейчас уже как раз я пробегусь быстренько в хронологическом порядке, что было сделано, какие мы отметили ключевые, такие значимые какие-то события, действия. Конечно, еще в состав департамента у нас ходят представители администрации разработчиков, естественно, вот, и мы вместе здесь с ними по всем темам штурмим, вспоминаем, что было год назад. Это январь, и мы решили протестировать такой формат для клиентов, который называется круглый стол. Кто принимал участие, пожалуйста, обозначьтесь из наших клиентов, да, партнеров. Вот я вижу много рук. Это такой онлайн эфир, который мы регулярно обозначили, что он будет проходить по четвергам. Два часа на это отводится в формате Zoom и конкретную тему. И вот эти эфиры для клиентов, где происходит разбор конкретной какого-то вопроса, конкретной какого-то проблемы, его проводят обязательно кто-то из представителей из отдела разработки, и это обязательно представители департамента по развитию продукта. И хочу сказать, что насколько мы были удивлены, потому что на этот круглый стол регистрируются наши клиенты или гости, даже потенциальные клиенты по специальной заявке и форме. И вот на этом слайде вы можете посмотреть, что аудитория, она вот практически в равных долях делится и на постоянных клиентов, которые даже 5 лет с нами, и на новичков, которые буквально месяц назад подключили UDS. И туда приходят, что самое, мне больше всего приятно, потенциальные клиенты. Поэтому хочу вам обозначить еще раз формат круглого стола. Вы можете приглашать туда как партнеры и потенциальных клиентов, и действующих, и, конечно, сами приходить, узнавать глубже наш продукт и через него тоже расти. Итак, коротко пройдемся по цифрам. Нам удалось в 2023 году провести 13 эфиров. Это почти ежемесячно. Вот, да, больше 100 тысяч регистраций было, и, ну, примерно уникальное количество посетивших такой формат, это более 500 уникальных гостей и клиентов. И здесь мы как раз разобрали тоже огромное количество вопросов. Получили массу обратной связи, эти отзывы мы собираем постоянно, и мне тоже всегда их приятно видеть, что эта работа делается не зря, она действительно полезна. Начиная с февраля, марта, когда прошли итоги прошлого года, конечно, все вернулись в регионы и активно включились в мероприятия. Мероприятия – это, конечно, не какая-то единоличная заслуга органа Департамента по развитию продуктов, это включены многие лидеры, партнеры, абсолютно все. Но я хочу сказать, что в нашем департаменте тоже очень много тестируется разных гипотез, какие форматы новые, какие темы иногда освещать на форумах, где их проводить, если мы говорим именно об оффлайн мероприятиях, привлекать ли сторонних спикеров. Сюда приезжают, конечно, тоже наши топ-менеджеры, директора, и я могу сказать, что более 50 форумов посетили. Вот наши эти три богатыря, которые сейчас вы видите. Только Айрат Измайлов 36 форумов откатал, ему отдельные аплодисменты. Вот. И также мне было очень интересно, что у нас есть такая практика, я хочу тоже девчонок отметить, Дину Шумилову из ИСЭК в городе Киров и Улан-Удэ они организовывают сообщества, клубы предпринимателей UDS, в которых по 100-150 участников. Вот. Объединяют прям предпринимателей, клиентов, и там в этих городах, я не удивляюсь, почему там самые высокие результаты и показатели. Берите на заметку этот опыт, создавайте в городах свои клубы предпринимателей UDS. Так, ну что. Апрель. Кто помнит потрясающее событие U-Camp? Да, это у нас был тоже пробный формат, это был первый офлайн бизнес-лагерь для предпринимателей, которые мы общались там и по нашему продукту, это все происходило в Сочи, большой отель C-Galaxy, двухдневное выездное платное мероприятие с участием приглашенных спикеров из разных отраслей ниш и также с участием известных очень бизнес-тренеров и маркетологов Илья Балахнин, Александр Белгороков. И мы провели вот такое комбо события, и на это событие у нас приехало около более 200 офлайн гостей, и еще одновременно была трансляция в онлайн, которая тоже там было около 150 участников. То есть в общей сложности более 350 человек приняли в этом мероприятии. Потрясающие два дня, энергии, цифр еще очень много, и я не знаю, что мы будем делать в этом году, но этот опыт точно взяли в копилку, он точно всем понравился. Отдельно хочу сказать большое спасибо, это тоже было интересное сотрудничество. Мы впервые делали мероприятие, где участвовали в организаторах и представители компании, и партнеры компании. То есть такой у нас оргкомитет был сборный, поэтому тоже хочу еще большое спасибо сказать Розе Рашидовне, Кристине, Владимиру Трофимову за то, что у нас все получилось. Июль. Это уже лето, и летом начались активные, во втором практически спринте начались активные тесты подборок, розыгрышей, все, что происходит в клиентском приложении. То есть это то, о чем вчера рассказывал Станислав Калашников. И здесь эти тесты и уже они продолжаются. Я хочу сказать, цифры очень внушительные. 16 городов участвовало в этих экспериментах, и более 100 проектов получилось посмотреть, понаблюдать, в которых приняли участие примерно 400 наших клиентов. Топовые города, у которых получилось это особенно успешно, это Иркутск, Улан-Удэ, Киров и Якутск. Давайте тоже им поаплодируем. Какие же это форматы? То есть что это такое? Это продажи рекламы и размещение рекламы в разных таких новых вариантах. Подборки мы тестировали несколько направлений. Это праздничные подборки, тематические подборки. И представители нашей администрации, они еще делали свое направление, размещение социальных подборок. И вы видите, как у нас появились какие-то интересные баннеры, интересные предложения. Ну и, конечно, было особенно приятно наблюдать, что у нас еще и появились брендовые, то есть партнерские подборки, это с крупными брендами. Вы видели баннеры крупных брендов рекламу? Да, это тоже все вот к ребятам из нашей команды разработчиков. В октябре как раз появилась, ну идея чуть раньше появилась, но реализация ее появилась уже в октябре. Это как раз то, что я называю по сути новым продуктом у нас в компании. Это карты партнеров. И вот первые уже размещенные карты, на тот момент это был только метро супермаркет крупный, и в разработке как раз был проект Галамарта, уже мы увидели эти первые результаты. Я хочу сейчас сказать, что таких уже брендов сейчас, на текущий момент в приложении во многих городах уже шесть. Это Галамарт, это как раз супермаркет Метро, Винлаб, вчера уже Айрат это тоже называл. И еще у нас тоже три карты партнеров. Это сеть аптек Гармония Здоровья и еще две такие продуктовые сети. В своих регионах это достаточно тоже популярные бренды, популярные такие известные уже марки. Это Николаевский, то есть и Спутник, это тоже сеть большая магазинов, и столичные фабрика Вкуса. То есть вот такие сейчас уже примеры вот такой коллаборации, они уже есть, и в этом направлении продолжается работа. И я еще раз хочу сказать, я не знаю, это вот настолько спонтанный штурм был по поводу как раз таки, что же делать с Галамартом, когда родилась эта идея, а на основе нее и родился весь этот проект. И мне кажется, у нас какая-то фортуна просто к нам пришла в этот момент и Айрату, и представителям Галамарта. И вот теперь мы получаем вот такое интересное направление, которое вы видите. Как считаете, это поможет нам сейчас в продвижении? Да, я уверена, что да, потому что мы сюда привлекаем и их, в том числе, аудиторию, повышаем, конечно же, пользование приложения, становимся более интересными, удобными для покупателей. Ну и декабрь. В декабре тоже никто не скучал, несмотря на то, что это был конец года, 20 декабря. Все-таки мы решили, что нужно дожимать год и перед Новым годом предпринимателям дать возможность выбирать новые инструменты. И, конечно, мы все-таки провели онлайн-форум для предпринимателей. Это тоже был такой, ну, относительно тестовый формат, но, мне кажется, он прошел вполне удачно. Мы пригласили сюда трех спикеров, двух спикеров приглашенных, вот, и они были очень с интересными темами. Плюс это были, конечно, наши спикеры от нашей компании, и этот эфир длился 4 часа. Абсолютно бесплатное участие, цифры достаточно интересные. Полторы тысячи регистраций, у нас был телеграм-канал, которым теперь мы продолжаем работу. И в пике было до 600 участников, кто смотрел эфир. Ну и мне больше всего нравится, что благодаря этому форуму у нас было около 200 сделок и на подключение новых клиентов, и на продажу годовой подписки. Ну, чем я хочу закончить? Что, конечно, здесь в этой работе есть вклад каждого абсолютно и нашего департамента, и следующего департамента, который масштабирует нашу партнерскую сеть. И здесь, конечно же, есть вклад каждого из вас. Я хочу сказать, что если у вас, у партнеров, есть свои какие-то идеи, предложения, и в этом году я, кстати, хочу приоткрыть небольшой секрет, мы будем больше всего озадачены цифрой в нашем как раз органе, это рост количества предпринимателей и новых клиентов. Поэтому все ваши идеи, пожалуйста, присылайте и созванивайтесь с теми участниками, кто будет в департаменте в этом году. Ну и сами, если вы хотите сюда быть вкладом, стремитесь, этот орган доступен каждому из вас. Спасибо большое за внимание.